Добрый вечер! В городском центре социального обслугования семьи и детей беженцы отримывают часовой притулок. Тут они могут проживать до года. После ААН допомогает с пошуком жилья. Головная проблема, якая перешкоджа охудка интеграции – молный барьер. С мета его переодоления ГДУ имя Франциска Скарыны организовали бесплатные курсы по выучению русской мовы. Марина Колбая с семьей приехала в Гомель с Грузии в 1995 году. Жаншина стверждает, что зараз беженцам значно простей. Сегодняшние умовы нельзя поравновывать с теми, что были 20 лет тому. Я считаю, что приезжаешь, обязательно надо уважать то традиции, то все, которые есть уже в этой стране. Да, уже ты приехала, потому что если не нравится, надо уехать назад. Если нормально, тогда надо привыкнуть к этому, что надо жить так, как они живут, потому что по-другому никак не получится. Проект, который сейчас реализует у Гомели ААН – допомога семьям-переселенцам Сирии. Разом с молным барьером для них ясна проблема працеводкования. И не тому, что эти люди не ожидают працевать. Часто подтвердит специальность Нельга за отсутствие необходимых документов. Человек имеет образование шеф-повара, но у него утеряны лицензии и документы, подтверждающие это. Ему сейчас нужно будет заново проходить какие-то курсы, где нужно подтвердить это все. Конечно, сложно, когда человек имеет профессию в руках, но не может трудоустроиться только потому, что у него нет документации. Деньги, которые поступают, пойдут не только на обучение, на какие-то бытовые моменты, но и в том числе на восстановление документов. Организация объединенных наций мая намер и далее оказывать активную допомогу людям, которые по разных причинах были вымышены покинуть родный дом. У первой части это связано с повышением якости умов проживания. Мы стремимся к тому, чтобы условия жизни были лучше, в особенности беженцев, с которыми работаем. Это наши лица, наши компетенции. Мы можем оказывать, конечно, наиболее уязвимую помощь по размещению, оплату по жилью, чтобы они смогли как-то удовлетворить свои потребности, потребности жилищных условий. Одним словом, мы стремимся к лучшему и мы всегда даем себе отчет в том, что нет предела к совершенству. Так само представники Организации объединенных наций приняли удел у открытия фотопроекта «Выбор». И он присвеченный жить семье украинских переселенцев. На 17 фотографиях – звычайные люди, які, ратуючи уласное житё, приехали на Гомельшину. Разом со здымками проникнённые истории. У каждой семьи яны розные, однак их объединовая агульная беда. И не глядячи на испыты, яны смогли почать житё знов у Беларуси, якая для усих стала другим домом. Дмитрий Котов, Дмитрий Родянко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня 97-я годовина с дня створения правоохранной службы Гомельщины. Святочное мероприемство с этой нагодой прошло в Управлении внутренних справ Аблова-Канкама. Под обязанностью в наступном материале. Нагрудные знаки, медали, подяки и слова веншавания у день утворения правоохранной службы Гомельщины были адресованы десяткам неясу-працовников. В самые непростые часы вортовники парадку самоданно смагались за беспеку людей. И которые за спокой граждан отдали свои житти. У святочный для Гомельской милиции день в Музее управления внутренних справ была передадена шинель супрацовника Чачерского Рауз Ивана Балахонова, который по устагодзе тому загинул при выконании службового обовязку. В этом кителе погиб мой отец, заместитель начальника отдела Чачерского отдела милиции в 1966 году. 50 лет мы его хранили, берегли, а сейчас мне предсталась возможность. Мы решили передать этот китель в музей УВД, чтобы для молодого поколения он служил символом мужества. Пусть мы дочери его, у него было две дочери, мы не стали офицерами, не смогли продолжить дело отца. Но его внуки достойно продолжают дело отца, но они офицеры в других службах. Великой узнагородой за самоданную работу для гомельских милиционеров сегодня з'является рост доверу насельництва. При этом периодично фиксуются выпадки, коли звычайные грамадяне разом с ними устают на оборону правопарадку и допомагают затримливать злочинцев. Один из таких людей – гомельчанин Анатоль Коротчиков. И он выротовал свою суседку и ее маленькую внучку от узброиного злочинца. За свой героичный учинок мужчина отримал премию Управления внутренних справ. Вышел, я уже услышал сразу крики. И сразу забежал в квартиру. За 97 годов милиция гомельчана умоцовалась, как устойливая и надейная служба Ахову правопарадку. В ее складе 26 территориальных подразделений. Сегодня на узброении супрациоников с участной техникой и новые методы працы, которые твердо стоят на подморку амальство годового в опыту попередних поколений в милиции. В этот торжественный праздник хотел бы поздравить весь личный состав УВД Гомельского госполкома с Днем Рождения. Пожелать успехов, реализации намеченных планов. Хотел бы, чтобы каждый из сотрудников проникся тем чувством, что УВД насчитывает такой достаточно авторитетный возраст. Я хотел бы пожелать еще раз крепкого здоровья каждому, семейной обустроенности и решения всех поставленных задач. Ганна Ковалева, Максим Савин, Валерий Гопанько, телерадио компания «Гомель». Республиканский семинар «Школа дитячого гастроэнтеролога» по чарзе проходит во всех регионах краины. На мероприемствах обмерковывают проблемы профилактики, лечения и сучасные терапевтичные методики. Подробязности сустречи у Гомеля в нашем наступном материале. Команда специалистов из республиканских медицинских центров и представников Министерства Аховы Здоровья сустрекается с медиками регионов. На местах выучаясь, научая проблемы, головная допомогает найти шлях их выращения. В городе над Сожем республиканские семинары. Школа дитячого гастроэнтеролога отбывся на базе медицинского университета. Педеятры, дитячие хирурги, морфологи сгодные. Одна из головных проблем. Сегодня рост патологии, которые ранее у детей не сустрекались. К нам пришли новые нозологии, то, что мы называем омоложение заболеваний. И пришли новые проблемы, с которыми мы, может быть, ранее не встречались. Или мы не готовы в одиночку решать эти проблемы. Поэтому вот только мультидисциплинарный подход, обмен мнениями, обсуждение пациентов позволит нам решить эту проблему. Заразу в Гомельской области 270 тысяч детей. Из них прикладно у 7 тысяч хроничный гастрит. Язвовое захворование прикладно у 350 маленьких пациентов. А позже 10 годов этой лечбы растут. На семинары пришли до огульной высновы. Связано это с заживанием прозмерно химизованных продуктов. Чипсы и газированные солодкие напои надолго затремливаются у страунику и меняют кислотность. Выником такого горчевания нередко становится протяглое лечения. Вообще у нас медицинская помощь детям с этой патологией оказывается как в детской областной больнице, в улице Жарковского, так и в областной больнице на братьев Лизяковых. Есть специализированное отделение. Семинар, конечно, нам поможет во многом, потому что Минск не секрет на более высоком уровне. И по оснащению оборудованием, и по количеству специализированных центров делается практически весь спектр обследований, который позволяет обследовать детей. Коли говорить об Гомельшине, то техника, якая тут иснуешь, мать учим отстае. Эндоскопичное обследование, как правило, дорогое и забеспечит им кожную региональную больницу в области Складана. Однако в уголовных медицинских установах, таких как детячая областная больница, яно есть. Тут эндоскопичное доследование можно проводить навод новонародженным. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадо-компания «Гомель». Сегодня означается День помников и исторических мест. Чем в этом плане может похвалиться Гомельская область? И какие места привабливают туристов и археологов? Олег Сенсеров наведал Калинковицкий район. Сегодня в Беларуси наличивается каля тысячи старожитных городищев. Неде 30 из них находятся в Калинковицком районе. Подчас экскурсии сопротивленники Державного крызновчего музея обовязково покажут каменные сякеры и ножи того же периода. Глядя, че на минулые 100 годы, яны до речи и зараз в працованном стане легко режут паперу и драунину. У всех этой речи урозные джасы знайдены подчас раскопок на мясовых городищах. От относительно невеликих, по мерам прикладно 100 на 70 метров, до соправных старожитных городов. Самым крупным городищем на территории нашего района является городище на территории современного населенного пункта Юровичи. Это городище было городского типа, оно датируется эпохой Средневековья и является самым ранним на территории Беларуси. Называть докладное место находжения у всех городища у сопротивления Калинковского державного крызновчего музея не спешаются. Перш за все, как не притягнуть до их увагу так званых черных копальников, макчима ничего с оправдой каштовного, яны не знойдуть, але историчное место пошкодить. Так званное болотное городище было засновано неде 3000 годов тому. По одной из версий, наши вельми далекие протки проводили тут свои язычнические обрады, так что вельми верогодно, что неде у земли и до этого часу заховываются и суканы, и арылы, и даже бога. Непосредственно Калинковское городище практически полностью снищили у 70-х годов минулого 100 годов. Причем не черные копальники, а также частная улада. Подчас будовництва дороги с городища вывезли десятки тонн песку. Рештки, которые застались и зараз, уже не вельми нагадывают, что тут неколи жили люди. Первые из них пришли сюда прикладно 3000 годов тому. Потом тут изменилось неколько культур. Правда, как называли себе далекие протки сучастных калинковичан, мы, напевно, не доведуемся. Геродот называл этих людей «невры», что в переводе означает «оборотни». Быть может, поэтому в наших сказках и легендах белорусов и в Полесе, в частности, сохранилось столько сказок и историй про Волкалака, перевертерня. Ученые лечить, что назва Калинковича утворилась от церковнославянского каль. Место сирот болот. У старожительного института сопроводив было некакие реки болот. Одна за речек заховалась до нашего часа, хоть и вынеку миллиарации, теперь она больше нагадывая канал. Перша початковая назва «Кавня» означает «чаровная». Кажут, что у Жнивни и Вересни, неде у метра над водой, можно убачить вельми пригожий туман. Полное уражение, нечего сопроводы, нельзя много. Алисин Чаров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Калинковский район. У Гомеля отбуся концерт камерного хора областной филармонии под керавнистом заслуженного деча культуры Республики Беларусь Олены Соколовой. Свою программу коллективу представил у Музея истории города. Па час концерту аматры мастацтва окунулися у свет глубоких духовных и классичных музычных творов, неполторных шедевров русских и замежных композиторов. Заразу репертуары камерного хора у Гомельской областной филармонии, уся музычная палитра, царковно-славянская духовная музыка, айчинная и замежная классика, вокально-хоровые миниатюры и левшие сусветные джазовые композиции. Разностаенность репертуара и высокое выканальницкое мастерство зарабили гэты коллекты увядомым не только у Беларуси. Йон выступал с концертами у России, Германии, Польши, Эстонии, Литве. Невозможно представить себе человека, культурного человека, который бы не общался и не знал искусства, не знал литературу, не знал живопись, не знал классическую духовную музыку. Я думаю, что наш коллектив стоит на вот таком высоком уровне в этом отношении и обязан представлять такие прекрасные программы, которые состоят из классики, духовной музыки, а также классической музыки, конечно же, произведения классического джаза. В Гомеле прошел фестиваль танцев «Огонь у Сходу». Больше 300 удельниц представили оригинальные постановки. У Сходня танцы – это не просто ритмика, а и пригожая костюмы и соправдное актерское мастерство. Как оказалось, это вид танца у Гомеле набирает популярность. В сравнении с минулым годом удельниц фестивалю вдвоя больше. Приехали танцовщицы навык суседних краин. Самой юной удельницы 4 годы, а старейшей крыху больше за 60. Со 150 номеров компетентная журет значила лепшая укоженность 10 номинаций. Гран-при увезла в Москву юниорка Алена Босова. В Гомеле прошел открытый чемпионат по пожарно-воротовальным спорте на кубок Василя Игнатенко. С поборницей промеркованы до 30-й годовины катастрофы на Чарнобыльской АЭС. В селетнем чемпионате приняли удел 9 команд. С поборницей включали у себя передоление 100-метровой полосы с пирожкодами, а так само у сдыма окно 4-го поверха. По их выниках, перемогу отримала команда Гомельского городского отдела по надзвычайных ситуациях. Лепшие простойники в области будут рехтоваться до отдела у чемпионата краины, пикет будет в червени. Там будет проходить по длинной программе, где будет, кроме обозначенных двух видов, это и коллективные виды спорта, это и боевое развертывание, наиболее зрелищный вид, и эстафета, поэтому предстоит серьезное состязание, довольно сильный состав участников. Традиционно это и Гродничина, и столичный гарнизон, в том числе и наша команда, как правило, борется за произведение места, поэтому будем серьезно готовиться к красно-дуканскому старту. Гомельчанка Мария Мамашук завоевала право выступить на летних олимпийских гульнях 2016 года. У Сербии борцы разыграли путевки Уре-де-Жанейро на европейским квалификационным турниры. Мария Мамашук пробилась у финал с поборництва у ваговой категоры до 63 килограммов и забеспечила себе пропуск на гульни. У поединку за золото белоруска была мацнейшая за россиянку Анастасию Братчикову. Гэте и иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершенный. Дякую за увагу и до новых встреч в эфире.